МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вновь беспредел коллекторов. На этот раз они парализовали работу одной из школ в Челябинске. Алексей Дутов сдался следствию. Ключевой фигурант перестрелки в цыганском поселке Екатеринбурга назвал свою версию причиной конфликта. В Сургуте установили бюст Сталину, но, судя по всему, он постоит недолго. И Табор уходит в школу. В Тюмени появился спецкласс, где у всех учеников одинаковая фамилия. В Сырловской области семья отравилась угарным газом. В больницу попала женщина с двумя детьми. В квартире, где они проживали, автоматика газового водонагревателя была преднамеренно выведена из строя. Сегодня газовики выехали на место, чтобы разобраться в ситуации, пришли к страшному выводу. Отравиться газом могли вообще все жители многоэтажки. Сюжет Валентины Еремеевой. Накануне вечером Екатерина думала, что за раз лишилась сына, матери и брата. О том, что ее близкие отравились угарным газом, она узнала от других членов семьи. Сбой дал газовый водонагреватель. В момент ЧП девушка была на работе. Дома с ее полуторагодовалым сыном и 14-летним братом осталась мама. От гибели всех спас старший ребенок. Именно он вызвал подмогу. Тем временем газовики и пожарные пытаются выяснить причины случившегося и за ответом лезут на крышу. В дымоход квартиры, где едва не случилось страшное, опускают видеокамеру. Специалист подмечает, нужный канал подозрительно чист, тогда как соседние в паутине и камнях. И заявляет, здесь рискует отравиться угарным газом весь подъезд. Система вентиляции неисправна, нет тяги. Здесь при посылке для создания несчастных случаев, они присутствуют, круглогодичные. А как так получилось, что стяга не работает? От вопросов замдиректора жилконторы предпочла сбежать. Именно управляющая компания должна следить за исправностью каналов дымоудаления. Но жильцы уверяют, проверок не проводилось несколько лет. Никто не проверяет, вот зайдите в любой дом. Это я не выдумываю, это не выдумываю. Ну я только сейчас с женщиной разговаривала с девятого дома. Она говорит, да ты хоть скажи правду там им. Чтобы водонагреватели автоматически не перекрывали газ из-за отсутствия тяги, жильцы ставят на систему безопасности колонок самодельные заглушки. Была установлена вот эта проволочка злосчастная, да. И как бы автоматика безопасности была обманута таким образом. И газовый прибор продолжал работать и отравлять людей. Такую же проволоку нашли в колонке Аллы. Хозяйку квартиры, ее сына и внука из больницы, впрочем, уже выписали. Женщина рассказывает, пока она лежала в реанимации, газовый водонагреватель изъяли. Висела колонка, но при мне ее не разбирали никто. Ее забрали без меня, так что я понятия не имею, как ее там что разбирали. Может они сами это прикрутили теперь просто. Им же надо на кого-то это все спешивать. На контроль ситуацию взял Следственный комитет Свердловской области. Оказывается, что аналогичный случай произошел в Кировграде год назад. А от угарного газа тоже чуть не погибла мать с двумя детьми. ЧП произошло буквально в соседнем доме и обслуживает его та же управляющая компания. Валентина Еремеева, Юрий Чернышов, информационная программа «День» Свердловская область, Кировград. Коллекторы атаковали школу в Челябинске. Злоумышленники звонят с угрозами на все номера телефонов школы. Одна из сотрудниц учебного заведения задолжала нескольким микрофинансовым организациям. Женщины и ее коллеги уже написали заявление в прокуратуру на коллекторов. Сюжет наших челябинских коллег. Гимназия 26, слушаем. Назойливые звонки от коллекторов раздаются в 26-й гимназии с прошлой пятницы. Взыскатели требуют позвать к телефону заемщицу. Телефон дежурный, а случится экстренная ситуация, мы не можем дозвониться, потому что постоянно звонки коллекторы в очень грубой форме ругаются, но мы с ними не общаемся, сразу ложим трубку. Сотрудники гимназии возмущены наглостью коллекторов, ведь звонки, которые поступают по 5-10 раз в день, доставляют работникам школы эмоциональный дискомфорт. Директор образовательного учреждения уже обратилась в полицию, прокуратуру и районную администрацию, но телефонные атаки продолжаются. Учебный процесс не страдает, дети, как вы видели, учатся, учителя работают. Мы очень уверены, что рано или поздно звонки прекратятся, поскольку их воздействие на администрацию гимназии не имеет никакого решающего значения. Возможности по-быстрому расплатиться с долгами у школьной учительницы, видимо, нет. Со слов женщины, она якобы не брала никаких кредитов, и как получилось, что теперь должна, сама не понимает. Но когда педагогу и ее семье стали угрожать физической расправой коллекторы, у женщины случилась паника, и она пошла за помощью к общественникам. Когда учительница химии к нам обратилась, состояние было такое шоковое. То есть она не знает, не понимает, как действовать, куда бежать. Проблема в том, что это не только ее займы, но и займы супруга. Только оформлены были они на нее. Разбираться в этом запутанном деле будут служители закона. В гимназию отправили следственную группу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Напомним, похожая ситуация случилась в прошлом году. Сотрудник областной больницы номер 3 взял деньги в кредит и просурочил платеж. После этого коллекторы атаковали звонками медучреждения и затруднили работу сразу двух отделений. Тогда действия взыскатели признали неправомерными и завели на коллекторов дело по статье самоуправства. В итоге за то, что они парализовали работу госучреждения были оштрафованы на 100 тысяч рублей. В случае совершения противоправных действий со стороны коллекторских агентств убедительно просим незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02. Теперь городские полицейские будут смотреть, чтобы коллекторы не срывали работу государственных учреждений. Елена Абросимова, Кирилл Уланов, 31 канал, специально для информационной программы «День», Челябинск. В Сургуте установили бюст Сталину. Правда, появление памятника вожде народа оказалось не санкционированным. Городские власти уже пообещали его снести. В открытии бюста Сталина участвовали около 50 человек, в том числе ветераны. Как заявили общественники, ранее они обратились в городскую комиссию по топонимике с предложением установить памятник, но ответы не получили. Устные им предложили решить вопрос с помощью общественного совета, но и он не был создан. Тогда активисты решили установить бюст самостоятельным. Кстати, он появился рядом с тем местом, где около двух лет назад было решено поставить обелиск в память о спецперселенцах. Танки не боятся не только грязи. В Свердловской области танкисты провели учение в воде. Под водой танк теряет часть своего веса, управлять им труднее, донные ямы и течения сбивают с прямого пути. В реальных боевых условиях обездвиженный танк становится удобной мишенью для противника. Для курсантов учебного центра Центрального военного округа это первое подводное вождение. Перед тем, как вести свой танк в воду, военнослужащие проходят курс водолазной подготовки. Солдаты перед этим проходят жесткую медицинскую комиссию, где их допускают к подводному вождению. Соответственно, легководовазной подготовки. Тот, кто боится или кто-то не может выполнять препятствия по каким-либо причинам, отсеиваются там, а сюда идут подготовленные уже курсанты. Страх наступает перед тем, как въезжаешь в воду, потому что попадает вода в танк, тебя как бы обливает, капает на тебя, но все равно течет. Когда уже выезжаем из воды, все равно уже страх не тот, уже все преодолел. Крещение водой прошли все. Впереди у курсантов стрельба штатным снарядом и многокилометровый марш. Только после этих испытаний молодых танкистов отправят в части постоянной боевой готовности. Еще в одном населенном пункте Курганской области появился природный газ. На этот раз в селе Кислянское. Мы очень рады, что у нас дошло до нас это голубое топливо. Мы давно уже ждем, давно уже все в проекте у нас. И наконец-то мы его дождались. Сегодня в данный момент у нас уже подключают нашу квартиру. Самое главное будет тепло. Уйдешь тепло, придешь тепло. Таскать не надо, печки топить не надо. Межпоселковый подводящий газопаровод построен по программе развития газоснабжения и газификации регионов России. А внутри поселковой сети по программе Курганской области устойчивого развития сельских территорий. На голубое топливо планируется перевести две котельные и 560 домовладений. Добавим, что жители Кислянского сами стали инициаторами строительства газопровода. Они создали кооператив, собрали средства и заказали проектно-сметную документацию. Я думаю, что самый, наверное, правильный подход это личным примером показать, что такое газ. И когда сегодня мы видели достаточно большое количество людей, которые могут оценить в последующем, что такое действительно природный газ, что он дает комфорт проживания и самое главное удобство, я думаю, что и в тех селах проблем с подключением газа не будет. Уральские ученые разработали титановые импланты, которые значительно дешевле импортных. Они позволяют также снизить количество повторных операций у пациентов. В чем заключается ноу-хау, расскажет Татьяна Звержанская. Валентина Егоровна отдыхает после операции. Накануне ей имплантировали титановый стержень в правое бедро. Перелом женщина получила у себя дома. У меня частный дом. И вот вышла из дома и села, у нас немного, типа какой-то веранды, села в кресло. Но у меня даже раньше было, что если я резко встану, то и могу лечь. Сегодня пациентку навещает заведующий оперблоком Федор Зверев. Справляет со здоровьем. Доброе утро. Добрый день. Как вы себя чувствуете? Отлично. Ну, хорошо. Придумали и впервые применили новый титановый имплант. Уральские врачи, конструкторы и ученые. Сегодня такие закупаются только за рубежом. И стоимость одного достигает 60 тысяч рублей. Новый сплав титана, разработанный на кафедре УРФУ, позволяет не только удешевить стоимость импланта, но и сократить срок реабилитации пациента, а также отказаться от повторной операции. Бывает, что стержень выходит за пределы кости, то есть он его разрушает. И бывает, что наоборот, кость по действиям на имплант ломает сам имплант. Меняя физические свойства сплава, мы можем решить эту проблему. То есть профилактировать возникновение вот таких осложнений, что позволит избежать повторных операций. Секрет нового титанового импланта в его максимальной совместимости с костями человека. Сплав титана настолько эластичный, что приживается в организме быстро и безболезненно. Для этого ученые добивались определенных параметров. То есть снижение жесткости сплава до жесткости кости материала, чтобы избежать образования дефектов. И снижение токсичности сплава. То есть повышение его коррозионной стойкости. И необходимо использовать в составе сплава химические элементы, которые не вызывают токсического действия на организм человека. В больнице уже проведено 35 операций с использованием титановых гамма-стержней. В перспективе уральские импланты смогут внедрять пациентам с переломом практически любых частей тела и даже заменять титановым сплавом саму поврежденную костную ткань. Причем производить импланты намерены на 3D-принтере. А Валентина Егоровна надеется на скорую выписку. Отправиться нянчить внуков. Активный образ жизни после операции ей будет вполне по плечу. Татьяна Звержанская, Антон Муханов. Информационная программа «День Екатеринбург». Смотрите далее. Алексей Дутов сдался следствию. Ключевой фигурант перестрелки в цыганском поселке Екатеринбурга назвал свою версию причиной конфликта. Выборы доступны для всех. В ноябрьске людям с инвалидностью проголосовать помогут волонтеры. И табор уходит в школу. В Тюмени появился спецкласс, где у всех учеников одинаковая фамилия. Вы смотрите информационную программу «День». Мы продолжаем. Один из участников перестрелки в Викторе Мурге сегодня сдался следствию. Алексей Дутов скрывался две недели. Именно его подозревают в убийстве двух человек во время разбора в цыганском поселке. Сегодня же Алексей Дутов рассказал журналистам свою версию конфликта между казаком Олегом Шишовым и цыганом Дмитрием Пестриковым. Сюжет Анастасия Катарашовой. Добровольно сдаваться стражам порядка Алексей Дутов, один из ключевых участников перестрелки в цыганском поселке, от чьих выстрелов предположительно погибли два человека, идет с небольшим пакетом. Казак понимает, что он является главным подозреваемым. Ситуация повторилась. Вы бы действовали так же? Я думаю, что да. Перед визитом к следователям Алексей Дутов встретился с журналистами. Он не сдался полиции раньше, потому что при перестрелке получил ранения и сотрясения мозга. Ветеран чеченской компании, награжденный орденом мужества, рассказал, что приехавшие цыгане угрожали взорвать дом друга, семьи. Мы когда стояли во дворе, была такая фраза, ну вроде кидай гранату, да и все, что мы с ним ждем. Естественно, я прекрасно понимаю, что такое граната. И если она бы залетела, то все будет четверо, нас уже бы не было. Конфликт со стрельбой в цыганском поселке произошел две недели назад. К дому казака и бывшего спецназовца Олега Шишова подъехали не менее 16 человек на нескольких машинах. Хозяевам дома пришлось держать оборону. Был-то реальный бой. Не только то, что я там стрелял, в нас тоже стреляли. Цвелки стояли за первой линией. И когда они нас били, ну реально так вот, как мухи, там налетели, и те-то не могли прицельно попасть. А может быть, даже когда кипиш-то был, если даже какие-то там сзади стреляли, может быть, даже и сами цыгане себя постреляли. В результате были ранены 8 человек. Двое нападавших погибли. Олег Шишов и еще один участник стрельбы сами пришли в полицию. Сейчас они под подпиской о невыезде. Цыган Дмитрий Пестриков, которого следователи считают организатором побоища, арестован. За решеткой еще двое его сообщников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Организация и участие в массовых беспорядках», в которых обвиняют нападавших. В действиях же защитников дома следователи усматривают превышение самообороны. Алексей Дутов и его защита готовятся к тому, что казака отправят в СИЗО, особенно после заявления Следственного комитета. Сейчас Дутова могут задержать по статье «Убийство» либо «Убийство при превышении пределов необходимой обороны». Впрочем, по обеим статьям предусмотрено содержание под стражей. Но, как заявили адвокаты, они намерены добиваться более мягкой меры пресечения для своего подзащитного. Сегодня Алексей Дутов назвал свою версию причин бойни. По его словам, Пестриков решил завладеть квартирой Дутовых, убив в стычке своего будущего тестя, отношения с которым у цыгана сразу не сложились. Анастасия Кондрашова, Альберт Полудницын. Информационная программа «День» Екатеринбург. 520 воспитанников Екатеринбургского суворовского училища сегодня вступили в ряды юноармии. Учебное заведение станет базовой площадкой для создания отряда юных армейцев в Екатеринбурге. Суворовцам вручили знамя городского юноармейского движения и значки. Их разрешено носить на парадной форме одежды. В рамках движения для подростков будут устраивать военно-спортивные игры, обучать сборке автомата, стрельбе. Они смогут прыгать с парашютом, изучать военную историю и тактику. В свободное от учебы время юноармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях. С вступлением в эту организацию мы хотим привлечь школьников, чтобы организация росла, приумножались традиции организации, то есть как можно больше дел полезных сделать для ветеранов Великой Отечественной войны, для военно-патриотических клубов. Юноармия – это когда дети с раннего возраста начинают служить Родине, привыкать к трудностям, служить Отечеству. Есть взрослая армия, а есть детская армия. Но мы все равно, как и взрослая армия, должны объединиться вместе. Совсем немного остается до единого дня голосования. Выборы состоятся в это воскресенье, 18 сентября, причем они станут самыми масштабными в истории России. Замещается 40 тысяч мандатов по всей стране. Главный выбор – это, конечно, выборы в Государственную Думу. В списке 14 партий впервые после многолетнего перерыва депутаты будут избираться по одномандатным округам. Для попадания в Думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах достаточно получить относительное большинство голосов. Кроме того, в нескольких субъектах Уральского федерального округа состоятся выборы региональных заксобраний – это Свердловская область, Югура и Большая Тюменская область. Во всех регионах также пройдут выборы органов местного самоуправления. Работать избирательные участки будут с 8 утра до 8 вечера. А в Ноябрьске на всех избирательных участках будут работать волонтеры, чтобы помочь людям с инвалидностью. Активисты помогут преодолеть ступеньки, высокие пороги и другие барьеры, чтобы каждый смог беспрепятственно попасть на свой избирательный участок и проголосовать. Ольга Климова расскажет подробнее. Если гусеница была по лестнице, то вы просите придерживаться, чтобы не перевалил туда. Я бы сам едет. Да, он сам едет. Сотрудники домов культуры, спорткомплексов, школ, где 18 сентября откроются избирательные участки, учатся работать с новой техникой. 10 гусеничных подъемников закупили, чтобы сделать доступными для людей на инвалидных колясках все участки без исключения. Это те учреждения, которые не могут быть адаптированы по уже устаревшим конструктивам. В связи с вступлением федерального закона необходимо адаптировать избирательные участки, чтобы полностью обеспечить доступ инвалидов к своему праву, отдать свой голос. Добровольцем вызвался Андрей Красулин. Легкую коляску закрепляют на подъемнике, человека пристегивают ремнями безопасности. Гусеничная техника беспрепятственно и плавно преодолевает ступени. Я думаю, удобно для инвалидов-колясочников будет. Вообще удобно такие сооружения, подниматься соответственно. Денис Туча старается не пользоваться услугой выездного голосования. Всегда голосует на избирательном участке. Мой участок, к счастью, один из первых объектов, который был полностью доступен для инвалидов. Это школа номер два. То есть к ним вопросов абсолютно никаких. Там все совершенно идеально. Я не только голосую, но и приезжаем мы на мероприятия иногда. Накануне выборов социальные работники инструктируют волонтеров, которые будут работать в течение дня на всех избирательных участках. В работе с людьми необходимы такт, терпение, приветливость, чтобы помочь каждому избирателю, кто в этой помощи нуждается. Значит, я живу не зря на этой земле. То есть если у меня есть возможность кому-либо оказать помощь. То есть для меня это приятнее, радостнее, нежели получать что-то в ответ. Первый такой опыт некоторые добровольцы получили еще в прошлом году. И на этих выборах снова готовы помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, преодолевать ступени и высокие пороги, зачитывать вслух слабовидящим информацию. В день выборов избирательные участки в Ноябрьске откроются в 7 утра. Ольга Климова, Роман Лузанов, Ноябрьск. Для южноуральских малышей скоро откроют свои двери новый детский сад. Современно здание в Копейске было построено в короткие сроки, всего за полгода. Его смогут посещать 150 дошколят. Построенным по индивидуальному проекту детскому саду установили европакеты, положили умный теплый пол, который адаптируется по температуру на улице. Во дворе появятся яркие песочницы, качели, горки. Дошкольное учреждение поможет решить проблему нехватки в местах для самых маленьких. Ну а ранее в Копейске новоселье отметили еще в одном детсаду, который тоже оснащен умной системой. Например, там можно поиграть в футбол на интерактивном полу. В следующем году в регионе планируют открыть еще 2500 дошкольных мест. 81% у нас детей охвачены дошкольным образованием. Мы седьмые по этому показателю в целом, с Российской Федерации, первые в ОРФО. То есть, я имею в виду седьмые по качеству. Это достаточно неплохой результат. Мы и в этом году вводим более 3 тысячи, 3 тысячи 150 новых дошкольных мест. Для нескольких десятков детей Курганской области дорога до школы станет более комфортной. 10 учебных заведений получили новые автобусы. По федеральной программе, как уже было озвучено, выделено 45 оборудованных современных школьных автобусов. Сегодня мы вручаем первые 10 автобусов. В ближайшее время будут вручены еще 35 школьных автобусов. Все автобусы отечественного производства оснащены системой ГЛОНАСС. Отметим, что за последние 5 лет в Курганской области было приобретено 135 автобусов. В этом году в бюджете региона на эти цели заложено еще 7 миллионов рублей. Всего в Курганской области 496 автобусов доставляют учеников в 284 школы. Ну а в Тюмени в одной из школ появились необычные ученики. Все они по возрасту старше простых школьников. И учиться в первую смену вовсе не горят желанием. А вот к месту учебы их довозит специальный автобус. Сюжет Анастасии Лерезаревич. Чему цыганята радуются больше, нашей видеокамере или школьному автобусу не понять. На остановке по улицу Избышева они собираются ровно к 11.30. Учитывая, что спать ложатся некоторые на рассвете, сейчас в таборе еще раннее утро. Однако знают все, опоздавшие в школу не попадают. А дать детям образование для цыганок, которые даже свое имя писать не умеют, цель номер один. А зачем? Как зачем? Чтобы они были грамотные, чтобы они работали, как все люди. От табора на ММС до 45-й школы 10 минут езды. На маршрутке им придется ехать с двумя пересадками. Доедут без приключений немногие, а автобус доставляет к самому крыльцу. Здравствуйте! Официально цыгане учатся по обычной программе. Пять дней в неделю со второй смены. Однако учитель черноглазых почемучек Лариса Хорошилова уверяет, в этом классе свои законы и правила. Воровать, гадать и хулиганить нельзя. Педагога дети зовут по имени-отчеству, но на «ты». А с перекличкой вообще анекдот. 16 учеников из 28 с фамилией Михай. Михай Арсен, Михай Артем, Михай Виталик, Михай Стас. И на сегодняшний день есть ребятишки с одинаковым именем и фамилией. Михай Артем, и есть у нас в классе Михай Артем Джимович. Чтобы их хоть как-то различать. Артем большой, Артем маленький. Приходится вот так вот. Сегодня на уроке рисования русская матрешка. В цыганском языке такого понятия вообще нет. Как на речи лево-право, дни недели, месяцев и гриба-мухомор. В этом году специализированных цыганских классов в 45-й школе два, второй и третий. Правда, дети здесь подобраны разных возрастов. Кому-то только-только исполнилось семь, а кому-то уже четырнадцать. Учись, читать, учись, читать. Цыгану Стасу десять. Читать он научился совсем недавно. Этот мальчик один из самых способных в классе. И стимул у него серьёзный. Надо учиться, чтобы деньги заработать. Грамота детям, которые никогда не слышали сказок на ночь и не посещали детский сад, даётся сложно. Зато пазлы на переменках цыганята собирают с азартом. В столовую тоже идут, как на праздник. И хотя любимой копчёной колбасы в меню нет, тарелки пустеют прямо на глазах. В стране знаний будущих баронов ждёт ещё много открытий. Первые контрольные уже в конце этой четверти. Анастасия Лизаревич, Евгений Проскуряков, Николай Комаров. Специально для информационной программы «День. Тюмень». Так сложился этот день у регионов Уральского федерального округа. Удачи!